8.00 столица Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Вот главная тема дня. Яйца за 500 и выше. Почему цены на социально значимые продукты снижаться не будут, объяснили в профильной ассоциации. Протест фермеров в Таразе. Многие хозяйства рискуют не пережить эту зиму. Успешная разведоперация. В Ираке задержали высокопоставленного лидера ИГИЛ, за поимку которого США обещали 5 миллионов долларов. Об этом и не только прямо сейчас. В Таразе фермеры штурмовали областной Акимат. Они требовали встречи с главой региона, чтобы лично озвучить свои проблемы. Из-за засухи многие не смогли запастись кормами и погасить имеющиеся кредиты. Вдобавок еще и главам хозяйства не выплатили положенные им субсидии. В ситуации разбиралась Анастасия Сулейманова. Штурмовать областной Акимат и требовать встречи с главой региона вынудили фермеров, набалившие проблемы. Нерешаемые на местах они буквально загнали сельхозтоваропроизводителей в тупик. Мы должны взять бойню. Мы взяли эту бойню. А сейчас в данное время нам инфраструктуруют землю, ничего не выделили. Бойня так и стоит. А сейчас фонд поддержки сельскохозяйственных суд подали, они уже выиграли. И сейчас все наши имущества все на аресте, мы ничего не можем сделать. У нас проблемы с заготовкой сена. Дождей нет, урожай не растет и полить не можем. И вторая проблема у нас – дизельное топливо в Жуалинском районе. По району всего лишь есть на одной заправке. И тот талон на 50 литров больше не дают за сутки. Столкнулись фермеры и с нехваткой кормов. Карасай Каримов смог запастись лишь на 30%. Даже несмотря на то, что из-за засухи урожайной сена в регионе по сравнению с прошлым годом ниже на 20%, местные власти рапортовали – кормов заготовили достаточно и план полностью выполнили. Но фермеры утверждают, что на деле ситуация иная. Люди это видят и говорят, что Алмазбек – это не так. У нас проблемы с кормами, у нас проблемы с животными. Мы уже начали распродавать скот. 20%, 30%, 40% здесь люди называют. И все. А если сейчас будет сложная зима, то Джамбульская область может потерять большое поголовье животных. Перед собравшимися сотрудники Акимата сообщили, что сено в регионе собрали на 100%. Запасли 1 миллион 700 тысяч тонн. Но грубых кормов заготовили только на 53%. Фермеры должны самостоятельно заготовить корма. Это частные хозяйства. Никогда государство этот вопрос не решает полностью. Субсидии предназначены только для частичного покрытия затрат. Выплачивать будем по правилам. Когда выплатят фермерам субсидии, неизвестно. На их получение даже перестали принимать заявления. В прошлом году, по словам специалистов, жамбулским фермерам не было выплачено около 8 миллиардов тенге. Из них чуть больше 1 миллиарда тенге на корма. Анастасия Сулейманова, Тимур Силхан, Руслан Хатила, Тарас, Хабар, 24. О бесконтрольном импорте яиц из России заявили в профильной ассоциации. Чаще всего это происходит летом, когда в стране и так падает спрос, отмечают в объединении. Там считают, что продукцию завозят по серым схемам, не оплачивая НДС. С падением производства на местных птицефабриках предприниматели еще сильнее почувствовали высокую конкуренцию. О ситуации на рынке, а главное, почему цены на яйца снижаться не будут, в деловом обзоре расскажет Камила Тоснабекова. На 20% сократилось производство на казахстанских птицефабриках за последние 2 года. За это время в стране по разным причинам закрылись 4 предприятия. Некоторым пришлось остановить работу из-за вспышки птичьего гриппа. Всего в Казахстане сейчас функционирует 29 фабрик. По прогнозам профильной ассоциации, в конце 2021-го они произведут больше 3 миллиардов яиц. Снижение объемов – это одна из причин роста цен на продукцию, отмечает президент объединения Максим Башко. Также на это влияет такой фактор, как сезонность. Традиционно летом население покупает меньше яиц. Соответственно, цены на них падают. В осеннее и зимнее время происходит наоборот. Спрос выше и стоимость увеличивается. Башко подчеркивает, что так происходит каждый год. В розничную сеть десяток яиц сейчас поставляют по 350 тенге. На прилавках в магазинах покупатели видят уже ценник выше 500 тенге. Здесь нужно учитывать всю цепочку посредников. После оптовиков идут дистрибьюторы, дальше торговая наценка. На себестоимости продукции также отражаются дорожающие корма. Еще влияет снижение государственной поддержки отрасли, сообщили в ассоциации. Субсидии сократили в два раза, а с января 2022 года вообще сейчас говорят о том, что их полностью отменят. То есть если господдержка будет совсем сокращена до нуля, то это приведет еще к дальнейшему росту цены на яйцо. И четвертое, мы видим, что все корма и пшеница, и масличные, и бобовые, все подорожали за последний год еще на 30-40%. А корма в себестоимости производства яйца занимают от 60 до 70%. И к другим темам. Индустрия красоты уходит в тень. Мастера оценили комфортную работу дома и не хотят возвращаться в салоны. Отрасль восстанавливается после пандемии, сообщил президент профильной ассоциации Турсун Махмуджан. По его словам, с приходом ковида этот рынок сократился на 30-40%. Нарастающий дефицит специалистов усложняет ситуацию. Зато так удобнее мастерам. Не нужно проходить медкомиссию и платить налоги. Одновременно с этим в профильном объединении начали беспокоиться о безопасности клиентов. Махмуджан считает, что работа на дому приведет к приросту инфекционных и грибковых заболеваний. Там некому отслеживать, как соблюдаются санитарные нормы, а тем более проверить у людей наличие вакцины. Президент ассоциации отмечает, что исправить ситуацию помогло бы лицензирование отрасли. Это усилит ответственность мастера перед клиентом. Вопрос штрафов для предпринимателей, в том числе по итогам рейдов мониторинговых групп, прокомментировали в Национальной палате. В Атамикене отмечают, что все такие мероприятия должны проводиться в соответствии с законодательством. Это даст законные основания Министерства здравоохранения проводить проверочные мероприятия в отношении предпринимателей. Штрафы, конечно, большие. В среднем порядка от 700 тысяч до нескольких миллионов. По данному вопросу мы работу также проводим. Мы дали предложение о необходимости градации нарушений. Потому что, допустим, наказывать предприниматель за то, что он, допустим, какой-то журнал не заполнили, либо, допустим, отравил 100 человек. Получается нарушение и там нарушение, и там нарушение. О событиях в мире. Цены на нефть снижаются. Стоимость североморской бочки Brent с поставкой в декабре упала до 83 долларов за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI снизились до 80 долларов. Напомню, в ходе торгов накануне стоимость черного золота впервые с октября 2018 года поднялась выше 84 долларов. По мнению большинства аналитиков, рост котировок происходит на фоне ожиданий энергетического кризиса в Европе и Азии, который будет способствовать дальнейшему увеличению спроса. Скачок цен на природный газ и уголь, а также низкие запасы энергоносителей пред зимой заставляют компаний активнее использовать нефть. При этом страны ОПЕК плюс продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи и наращивают ее постепенно. Альянс может увеличить производство, если стоимость черного золота приблизится к 90 долларам за баррель. Аналитики из Citigroup не отрицают, что это возможно, при этом отмечают, что, скорее всего, в этом квартале нефть может подняться до 85 долларов за баррель. На этом у меня пока все. До встречи. Франция намерена наладить выпуск мини-реакторов для атомной энергетики. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, представляя стратегию развития до 2030 года. Энергетический вопрос для Европы сегодня является самым болезненным. Пятая республика инвестирует 1 миллиард евро в разработку небольших модульных реакторов. Их мощность не будет превышать 300 мегаватт, что в несколько раз меньше классических атомных станций. Главное преимущество такие условия установки строятся гораздо быстрее, считаются более простыми и безопасными. Пока французские ученые работают над разработкой прототипа. Президент Макрон ставит цель запустить серийное производство мини-реакторы в ближайшие 9 лет. Прогнозы экспертов немного пессимистичны. И, конечно, по их мнению, это станет возможным лишь к 2035 году. Наша первая цель – производство энергии. Нам повезло с нашей исторической моделью. У нас есть действующий парк атомной энергетики для того, чтобы производить энергию. Главным образом – электричество. 200 тысяч французов, работающих в атомной энергетике – это наш шанс, позволяющий нам иметь самые низкие в Европе выбросы углекислого газа в производстве электроэнергии. Мы должны инвестировать, чтобы быть ведущими в этом секторе. Сейчас перенесемся в Европу. Лидеры «Большой двадцатки» не признают режим талибов в Афганистане. Но из-за надвигающейся гуманитарной катастрофы Запад вынужден сотрудничать с новым правительством. Участники «двадцатки» по инициативе Италии провели специальный виртуальный саммит по Афганистану. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая вскоре покинет свой пост, предупредила европейских лидеров, что нельзя сейчас допустить, чтобы экономика этой страны рухнула. ФРГ, по ее словам, готова выделить 600 миллионов евро на закуп продовольствия для афганских граждан. Но это достаточно непростая задача, поскольку оказать помощь, минуя прямой контакт с талибами, сложно, заявила Меркель. Я думаю, что мы все ничего не выиграем, если рухнет вся финансовая система в Афганистане. Конечно, не всегда легко провести черту. Но смотреть, как 40 миллионов людей окажутся в хаосе, это не может и не должно быть целью международного сообщества. С нашей точки зрения, мы бы остались в Афганистане дольше, потому что о стабилизации ситуации трудно говорить. Но на протяжении всей миссии мы всегда понимали, что мы не можем оставаться там в одиночку. Например, без Соединенных Штатов Америки, которые со своей стороны имели свои причины прекратить эту миссию. Еще 700 миллионов евро в качестве гуманитарной помощи будет выделено Афганистану и соседним с ним странам. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляй. Напомню, ранее речь шла о 300 миллионах. При этом новые афганские власти должны выполнить ряд условий, среди которых соблюдение прав человека. В дополнение к денежным средствам государства окажут помощь в вакцинации населения от ковида. Сейчас программа «Между строк», далее мы продолжим. Через полгода после второй дозы антитела к коронавирусу заметно снижаются, показало израильское исследование. Кратко о нем рассказывает Times of Israel. Под наблюдением авторов работы находились 5000 сотрудников больницы Шиба в Израиле. Через 6 месяцев после получения двух доз вакцины против ковид зафиксировано четкое снижение уровня антител. При этом обычно у женщин вырабатывались более высокие начальные уровни антител, чем у мужчин. И поэтому через полгода они оказывались защищенными немного лучше, говорится в статье. Автор исследования, профессор Гилли Регеф-Йохай, возглавляющая инфекционное заболевание в больнице Шиба, заявила. Нам удалось построить модель, которая показывает возможность наличия различных уровней антител для различных групп населения. На основе этой модели мы можем попытаться оценить вероятность легкого или тяжелого заболевания в будущем и определить необходимое лечение. Как ни странно, исследователи обнаружили, что у людей с избыточным весом, у которых, как правило, большая склонность к развитию серьезной формы заболевания, уровень антител через 6 месяцев оставался выше, чем у других. Эти данные следует рассмотреть более подробно и не обязательно они указывают на то, что такие люди лучше защищены, говорит Гилли Регеф-Йохай. В завершение статьи издание добавляет, снижение иммунитета COVID-19 побудило Израиль через 6 месяцев после получения первых двух доз вакцины начать кампанию ревакцинации, направленную на усиление защиты. Жители Токио снова могут посещать ночные бары, информирует французское издание МОНД. Спад COVID-19 вернул в японскую столицу ночное веселье, подавляемое в течение нескольких месяцев, начинает статью корреспондент Филипп Понс. После тревожного роста заражений в августе, вызвавшего переполнение больниц, волна спала. Компания вакцинации, отмеченная очень поздним и трудным стартом, тоже ускорилась. Почти 70% японцев получили обе дозы. Тем не менее, эксперты предупреждают о возобновлении заражений с наступлением зимы. С экономической точки зрения, главными жертвами режима чрезвычайной ситуации в 2020 году стали бары и рестораны. Последний режим ЧС, вступивший в силу в июле, запретил им подавать спиртные напитки и потребовал от них закрываться в 20.00, отмечает автор статьи. Такие меры соблюдались не всеми. Согласно августовскому опросу газеты «Майничи», 40% столичных заведений игнорировали ограничения. А те, кому это под силу, предпочитали платить штраф и продолжать предлагать алкоголь. Двери для невакцинированных туристов открывает Швейцария. Тагис Анцайгер пишет, страна готовится к зимнему сезону. Горнолыжные базы и федеральное правительство Швейцарии изучают вопрос о том, насколько целесообразно наличие паспорта вакцинации для доступа на склоны. Известные курорты страны опасаются, что непривитые вообще откажутся от отдыха, потому что будут чувствовать себя ущемленными в правах. А это миллионы потенциальных гостей. Поэтому многие курорты начали предлагать свои собственные центры тестирования или же собираются это сделать. В их числе Ароза, Гриндельвальд, Гштадт, Кран-Монтана и Санкт-Мориц. Замысел такой. С помощью центров тестирования невакцинированным людям хотят обеспечить, как минимум, доступ к туристическим местам. Как показал опрос, проведенный Тагис Анцайгер, все больше курортов признают необходимость создания местных центров тестирования. Собственный центр был открыт и в Ленцерхайде. До конца октября он работает в тестовом режиме. За это время мы получим ценный опыт, который позволит центру начать работу на постоянной основе в зимний сезон, говорится в сообщении учреждения. Остается вопрос, хотят ли курорты создать дополнительные стимулы, полностью или частично покрывая расходы на тестирование для своих гостей. По сообщениям, среди владельцев отелей в Кштадте обсуждался вопрос о субсидировании расходов на тестирование. В Британии для гуляющих в одиночестве женщин создали трекер. Сервис GPS-слежения разработала телекоммуникационная компания BT Group, передает телеканал BBC. Трекер «Walk me home», «Проводи меня домой» представляет собой мобильное приложение. Чтобы запустить его перед прогулкой, необходимо позвонить или отправить текстовое сообщение на номер 3-8. Таким образом, сервис начинает отслеживать местоположение человека во время прогулок. Перед отправкой в путь пользователь должен ввести в мобильное приложение пункты назначения, например, магазин или собственный дом. Приложение позвонит пользователю, когда по расчетам системы он должен будет прийти в конечную точку. В случае отсутствия ответа трекер вызывает экстренные службы Британии, а затем полицию, говорится в публикации. Издание напоминает. Ранее в октябре премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил полицию в недостаточном внимании к преступлениям против женщин. Вы смотрите утренний выпуск новостей. Мы в прямом эфире. В Ираке задержали высокопоставленного лидера ИГИЛ. Сами Джасим отвечал в террористической группировке за финансы. За его поимку США обещали 5 миллионов долларов. О захвате бывшего заместителя главы ИГИЛ сообщил премьер-министр Ирака в своем твиттер-аккаунте. Аль-Казымей не уточнил, на территории какой страны был пойман Джасим, отметив лишь, что это была одна из самых сложных трансграничных операций, проведенных когда-либо иракской разведкой. Агентство Рейтера отмечает, что ключевую роль в его поимке сыграла турецкая разведка. ДТП со смертельным исходом произошло в Северокадахстанской области. На трассе Жасказган-Петропавловск машина скорой помощи столкнулась с трактором. В результате аварии на месте скончалась 28-летняя врач. Еще одна медсестра госпитализирована в больницу. В момент происшествия медики перевозили пациента, его позже госпитализировали в кардиологический центр. Водители целые, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия. В Каргантинской области рыбалка на озере Торт-Коль закончилась трагедией. Около суток спасатели вели поиски мужчины, который отправился рыбачить на резиновой лодке. Плавсредства нашли и извлекли из водоема. Тело утопленника удалось отыскать лишь на второй день в нескольких метрах от берега. В Восточном Казахстане тушили пожары на сеновалах. Первый случай зафиксирован в Уджарском районе во дворе одного из жилых частных домов. Возгорание произошло на площади 70 квадратных метров. Сгорело две тонны сена. Второй факт зафиксирован в Тарбогатайском районе. Здесь огонь уничтожил 40 тонн сена. А в столице возгорание произошло в одном из квартир жилого дома. Огнем было охвачено и помещение ломбарда. При тушении пожара спасли одного человека. Еще 15 жителей эвакуировали. В тушении пожара было задействовано 22 специалиста подразделения ДЧС и 8 единиц спецтехники. Жертв и пострадавших нет. В одном из ломбардов Нур-Султана украли ювелирное украшение. Факт кражи золотой цепочки был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Полицейским удалось отследить путь следования и задержать подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель. Он находился в ломбарде с приятелями, один из которых оформлял заем. В отношении задержанного проводятся досудебные расследования. Жители отдаленных сел учат самостоятельно противостоять паводковым угрозам. Для 10 населенных пунктов Восточно-Казахстанской области волонтеры закупили мотопомпы и спасательные средства. Мастер-классы по применению компрессов. Жители, рации, местные жители показывают профессионалы бригады экстренных и специальных служб. Так называемые тренировки по гражданской обороне сейчас развернуты в Глубоковском районе, где около 30 участков подвержены затоплению. Нам привезли мотопомпы, научили пользоваться. В случае, если честно, я думаю, справлюсь. В течение пяти лет уже дважды у нас потопы были, что уже дважды прям сильные. Приходилось эвакуировать людей. Село Придгорное, оно было не единственным селом, которое пострадало. Было несколько сел Глубоковского района. И поэтому данные мотопомпы, они являются очень важным подспорьем. Соответственно, нужно учить и учить еще раз, учить население пользоваться данными средствами. Сотрудники Алматинской службы скорой медицинской помощи жалуются на коррупционные действия со стороны руководства и нарушения трудовых прав. По их словам, им не выдают спецодежду, а водителям приходится за свой счет ремонтировать автомобили. Об этом работники неотложки заявили на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека. Подробности материали о Семко Щегуловой. Вот уже второй год сотрудники скорой службы не могут добиться справедливости. За помощью они обращались в Акимат, прокуратуру, антикоррупционную службу и даже в Минздрав. Но проблемы так и не решились. По словам водителей, им приходится за свои деньги ремонтировать автомобили. За пару лет, к примеру, водители только 12-й подстанции заплатили полтора миллиона тенге. Возвращать им деньги руководство не спешит, говорят они. С 2020 года мы без конца на телеканал везде говорили, что мы покупаем запчасти. У нас есть чеки. Мы без конца обращались и в Акимат, и в прокуратуру. В Акимате нам зам Аким определенно сказал нашей администрации выплатить. И на каждый год выделяется бюджет и водителям, и медикам по классности, по ремонтным числам. Но они на данный момент нам не выплативались. А еще ими выдают спецодежду. Приходится донашивать старое. В скорой помощи ни у кого нет спецодежды. В последний раз нам выдавали пять лет назад. Одежда потрепанная выцвела. Нам говорят, чтобы мы сами покупали на базаре. 80 человек обратились с жалобой в аппарат президента. Но спустя время большая часть из них отказалась от коллективного письма. По словам сотрудников скорой помощи, со стороны руководства началось давление. Они пугали людей, что уволят. В оконцовке мы найдем причину вас уволить. Мы вам не дадим работать. Других этих трех санитарок они с утра до четырех держали в кабинете. И как надзорный орган допрашивали. И пугали, что определенно заложенные ведомые показания они могут за это повлечь. Руководство скорой медицинской помощи утверждает об обратном. Никто никому не оказывал давление. А вся автотехника станции обслуживается в мастерских. Ремонт производится в авторемонтных мастерских. Помимо этого у нас существует автопарк новых автомобилей, запущенных в эксплуатацию в 2021 году. Они находятся на сервисном обслуживании в автоцентрах. Это 100 машин. На данный момент заверения двух-трех людей, которые якобы представляют коллектив службы скорой медицинской помощи, не соответствуют действительности. По словам руководства скорой помощи, они готовы к любой проверке, поскольку нарушений закона с их стороны не было. Асим Кощегулова, Валентин Лобанов, Мухит Худухпаев, Хабар-24, Алматы. Сейчас американские власти ужесточают требования по обязательной вакцинации населения от коронавируса. Постановления не обходят стороной даже звезд NBA. После короткой рекламы расскажем обо всем подробно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Мы продолжаем полтора миллиона тенге за 100 километров. Необычный беговой челлендж объявили в Казахстане. Среди участников будут разыграны денежные подарки. При этом призовой фонд еще могут увеличить. Что еще мотивирует казахстанцев на забег? За деньги узнавал Боржан Валиев. Павел учится в медицинском университете. Как будущий врач, он уверен, спорт – залог крепкого здоровья. Тренируется в любую погоду. Бегом он занимается уже 6 лет. Парень предпочитает длинные дистанции. Личным достижением считает свой результат в недавнем забеге. Астана-марафон. 42 километра. Судент-медик преодолел почти за 2 часа и 40 минут. Если есть желание заниматься, то время всегда найдется. К тому же мне интересны обе эти сферы. В медицине есть своего рода романтика. Так скажем, романтика поиска. Когда нужно найти, что у человека сломалось первично, чтобы вылечить его патологию. В челлендже «100 километров в плюс» участвуют жители всех регионов страны. Это могут быть как профессионалы, так и любители. При этом соревноваться между собой не обязательно. Призы будут разыграны рандомно. Среди всех, кто выполнил все обязательные условия акции. Вы запускаете приложение, нажимаете на активность «Бег» и нажимаете на запись. Это приложение фиксирует вашу скорость, ваш темп, ваше местоположение. Он отмечает ваш трек на карте. И затем вы его сохраняете. Если ваше приложение связано с сервисом, то есть вы прошли регистрацию на сайте, то, соответственно, ваш результат отобразится в электронном протоколе. Всем участникам необходимо в срок с 1 октября по 30 ноября пробежать 100 километров. Некоторые бегуны уже достигли этой отметки. При этом регистрация все еще открыта. А призовой фонд в полтора миллиона тенге может быть увеличен. Бржан Валиев, Ирбол Даиров, Хабар-24. Бржан Валиев, Ирбол Даиров. Очистить Алматы от смога намерен изобретатель из Казларды. Над новым проектом молодой ученый Марат Палмахов работает уже три года. Для этого у себя дома он собрал специальное оборудование. В демонстрационной конструкции вредные выбросы в атмосферу имитируют дымовуха. На крыше картонной многоэтажки установлен изобретенный агрегат. 10 минут и мощная вентиляция вытягивает весь грязный воздух, а очищает его специальный насос. Предполагается, что в реальности ноу-хау сумеет очистить южную столицу от грязного дыма за 2-3 года. Нужно только правильно расположить аппараты. К слову, работать они будут практически бесшумно и при любой погоде. Аналогов в подобной системе нет в мире, говорит ученый. Он планирует заниматься дальнейшим развитием и изучением данного проекта. Что дороже? Десятки гектаров леса или добыча олова? На севере Казахстана хотят вырубить деревья ради добычи химии. О самом громком в социальных сетях программа Репост. Привет всем, кто сейчас смотрит канал Хабар 24. В эфире Репост. Интересных новостей в сети сегодня достаточно. Устраивайтесь поудобнее. Начинаем. Стартуем сегодня с серьезной темой. Ради добычи олова на севере Казахстана вырубят 48 гектаров леса. Телеграмеры не могли пройти мимо этой темы и, естественно, взбунтовались. Отмечу отдельный пост от канала «Бессимптомно». Там большой отдельный пост. Советую прочитать. Авторы объясняют причину и пишут. На севере Казахстана находится крупнейшее месторождение олова в мире. По мнению властей, разработка этого участка должна дать Северо-Казахстанской области мощнейший экономический толчок. В месторождение, открытое еще в советские времена, сейчас вкладывают огромные инвестиции. Общая оценка проекта составляет минимум 56 миллиардов тенге. Комментаторы спрашивают. Есть новость о добыче, но нет новостей о новом производстве. А как же обещания о высоком переделе? Почему только добыча интересует? Это сырье к нам же вернется в виде электроники в 10 раз дороже. Стиральные машины, холодильники, телевизоры, да много чего. Инстаграмеры отвечают. Почему строительство такого завода по производству схем, плат, чипов и золова в нашей стране вряд ли будет оправдано? От завода был бы толк, если бы мы имели сверхсовременные производства электроники. Но чтобы их создать, необходимо вложить не меньше оценочной стоимости данного проекта. Ну а телеграмеры успокоили зеленых комментаторов, которые встали на защиту леса, площадь которого и без того составляет всего 4% от территории страны. Можно выдохнуть. 48 гектаров – это всего лишь 1 километр в длину и 480 метров в ширину. Небольшая площадь на самом деле. К нам идут инвесторы. Так что остановитесь. Это рабочие места для наших граждан и большие деньги в бюджет, в том числе и в местный. Продолжаем путешествие по стране. Двигаемся в сторону юга вместе с инстаграм-пабликом ZTBKZ, который публикует удивительную статистику. Самым ответственным городом Казахстана оказался Шимкент. И самым дружным, там в управлении здравоохранения заявили о стопроцентном выполнении плана по вакцинации населения. Шимкент, как всегда, везде первый. Такие новости пишут комментаторы, даже захочешь не придумаешь. Теперь по плану ковида там быть не должно. Потому что, сообщают авторы, город выполнил первые 100% работ по вакцинации против коронавируса. В частности, 536 тысяч человек, которых можно вакцинировать, вакцинировали. Кроме того, к этой категории дополнительно присоединились 60 тысяч человек. То чувство шутят инстаграмеры, когда вакцины за границей заказываем после стопроцентного выполнения плана по вакцинации. Но город сейчас находится в зеленой зоне. Можно ходить на то и. У «Файнанский Зет» пост, за который агентству по регулированию и развитию финансового рынка поставили 10 лайков из 10. Там выдали полный список компаний с признаками финансовых пирамид в стране. Формирование такого внушительного списка должно обеспечить поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности. Такого рода компании чаще всего не обладают лицензией любого из мировых финансовых регуляторов на осуществление деятельности на финансовом рынке. Они предлагают клиентам консультации и проводят обучение по инвестированию средств через свои сервисы. Комментаторы надеются, что после публикации этого списка, доступного каждому казахстанцу, имеющему доступ к интернет, проблема с пропажей денег в финансовых пирамидах должна быть решена. Должна быть. Далее новости из города-агрегатора ремонтных работ этой недели. Из многоэтажки в центре Петропавловска исчез лифт. Об этом вещают телеграммеры. В одном из домов месяц назад демонтировали старенький, но работающий лифт. Естественно, с благими намерениями установить современный и безопасный. Только работы экстренно остановились по непонятным причинам. В сентябре рабочие демонтировали шахту лифта, сняли двигатель. Сейчас он стоит в подъезде. Но самое интересное, что никто не знает, в какую сумму жильцам обойдется установка нового лифта. Кто и когда будет платить, не знают и сами установщики. У комментаторов встречный вопрос. А есть ли у компании лицензия на проведение данных работ? А сейчас самые фееричные заголовки этих дней, публикуемые в Костанайском телеграм-канале. Под Николаевым работники сожгли трактор, когда хотели его починить. И еще у автобусов сняли полицейские госномера в Алматы. А нечего на автобусы полицейские номера вешать, шутят комментаторы. На сегодня все. В соцсетях есть еще много интересного. Заходите и читайте. Мы вновь в эфире. Больше 6 миллиардов долларов заработали кинотеатры Китая в этом году. Только за прошедшие праздничные выходные, когда жители Поднебесной отдыхали, как принято называть, золотую неделю, кассовые сборы приблизились к 700 миллионам долларов. Китай продолжает оставаться самым крупным кинорынком в мире. О предпочтениях жителей и перспективах развития рынка в репортаже из Пекина. Ботогос Архабаевой. Пока по всему миру киноиндустрия еще не может до конца оправиться от последствий пандемии. В Китае прокат фильма бьет очередные рекорды. Причем самые кассовые картины местного производства. Битва при Чосинском водохранилище стала лидером проката во время прошедших недавно праздничных выходных. Это историческое кино, повествующее о помощи Китая, Северной Кореи в Корейской войне. Оно собрало почти всю прибыль за праздничную неделю. 635 и 680 миллионов долларов кассовых сборов. Бюджет битвы при Чосинском водохранилище составил 1,4 миллиарда юаней, что почти равнозначно бюджету топовых американских фильмов. Это демонстрирует отвагу местных кинематографистов и силу рынка кино. Нам нужно больше таких фильмов, чтобы стимулировать зрителей и рынок, а также обеспечить устойчивое развитие и процветание китайской киноиндустрии. Каждый праздник в Китае сопровождается премьерой очередной картины китайской кинематографии. Комедии, исторические драмы привлекают миллионы зрителей. Год еще не закончился, а жители Китая на сегодня купили уже около миллиарда билетов. Китайский рынок кинопроката надежно защищен. Ежегодно всего около 40 голливудских фильмов получают доступ в местные кинотеатры. Кроме того, цензура не дремлет, вырезая неугодные моменты из картин. Свои же фильмы призваны воспитывать патриотический дух населения. Любим ходить в кино. В последний раз были на битве при Чосинском водохранилище. Ходим в кино часто. Одна из последних картин, которую смотрели, битва при Чосинском водохранилище. Любим смотреть наши фильмы. Они все лучше с каждым годом. Согласно отчету The Hollywood Reporter, кинорынок Китая официально стал крупнейшим в мире за 2020 год. Североамериканские конкуренты сдали позиции в индустрии из-за пандемии. Она же повлияла и на китайский рынок. Кассовые сборы в 40 миллиардов юаней в нынешнем году намного ниже показателей 2019 года. Тогда эта цифра составила 64 миллиарда юаней. Патогост Сыргабаева Владимир Грабарь, Хабар 24, Китай. Меньше булавочной головки немецкие ученые изобрели самый маленький в мире кардионасос. Его диаметр не превышает 3 миллиметров, а в сердце он расширяется до 7. Это позволит упростить проведение операции на главном органе человека, считают исследователи. Но несмотря на небольшой размер, устройство способно качать от 3 до 5 литров крови в минуту. То есть полный объем кровообращения. На разработку ноу-хау потребовалось 20 лет работы. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Будьте здоровы.